Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игрушку Эко. Прежде всего, небольшая минутка орг-информации. Мы очень долго мучились с сервером, все-таки опытным путем мы поняли, что мир 4 километра это слишком много, хотя разработчики писали, что это вполне себе возможно. В общем, нам опять пришлось вайпнуть сервер, плюс мы купили еще отдельную машину, то есть не просто серверную часть, а отдельную машину, пытались на нем запустить, но там поняли, что надо запускать обязательно под виндой, а не под линексом. Поэтому сейчас сервер мигрировал обратно на PinkPerfect. Завтра он у нас, точнее для вас это уже сегодня, он перейдет на наш сервер, на который была поставлена винда. Там 64 гигабайта оперативной памяти, и я думаю, что этого будет достаточно. В общем, ребята, я тоже точно так же, как и вы, теряю прогресс. При вайпах меня это совершенно не устраивает, контент получается дерьмовый. И вообще у меня из-за всех этих орг-вопросов нет времени даже снимать или стримить. То есть я теряю, скажем так, очень и очень много. Но нет худа без добра. Во-первых, у нас теперь нормальная экономика. То есть пока экономика с личными валютами, рейты еще чуть-чуть стали сложнее, все прокачивается еще чуть-чуть дольше. А я пошел совершенно по другой стезе. То есть я взял себе другую прокачку. Кстати, не знаю, почему мне здесь не показывают камнеобработку. Очень странно. В общем, я пошел по пути без дерева. В этот раз я сразу пошел на камнеобработку. Были некоторые проблемы с покупкой изначально мебели для дома. Но зато теперь мы выходим в кирпич. Кстати, именно его я и хочу сейчас освоить. Подожди, где он у нас, интересно, есть? Подожди, в каменщике, наверное. Вот она, кирпичная кладка. Книжку я уже сделал. Вы себе не представляете, как я вчера запарился охотиться на бизонов. Но, к сожалению, это все под запись не попало. Но мы обязательно с вами еще поохотимся. У нас теперь, значит, карта меньше. В ней сразу обозначены определенные зоны. То есть вот эта зона, это зона заповедника. В ней в дальнейшем будет своего рода, как кто-то предложил назвать, Манхэттен. То есть вот здесь вот будет дорогое жилье. В нем нельзя ставить клеймы на данный момент. Можно только пользоваться ресурсами. Вот здесь будет торговая зона. Тоже клеймить пока нельзя. Проходят у нас зоны дорог. Сразу они вот так вот и вот так вот идут. Правда, мне, как обычно, повезло. У меня прямо на дороге мое поселение находится. То есть и клеймов там недостаточно. Ну, слава богу, домик я хоть построил в стране. Как-то так. Значит, теперь возникают постоянно у ребят вопросы. А зачем торговать, если в мире куча валют? Валют действительно сейчас прям дофига, как видите. Ох ты, а, блин, мне показалось 19 миллионов. Думаю, нифига себе парень разогнался. В общем, все очень просто. Как осуществляется сейчас торговля? Давайте посмотрим, чтобы было понятнее. Пока нет единой валюты, как осуществляется торговля. К примеру, вы каменщик. То есть, ваша валюта это камень. Вот в моем случае, допустим, вот у меня камень и мартар. Да, это валюта. Я их продаю. Также продаю различные изделия. Ну, вот это я перепродаю. Мне случайно продали три туалета. Я подумал, что я столько не нагажу. В общем, я продаю камень, продаю изделия из камня. Также гончарное кое-что, да. То есть, вот в горшочке, к примеру. Которые очень здорово добавляют декор. И без них, собственно, прокачка опыта бы вот такая у меня не была в первом доме 30. Так вот. Человеку нужно мне, у меня купить вот это. Но валюта-то моя. Соответственно, я выставляю, что мне нужно, чтобы мне принесли. И человек, если он хочет, допустим, купить у меня горшочек, то он мне может принести бревна, может мне принести тесанное бревно, либо там доски, либо мебель, предположим, папайю, там еще что-то принести. Он четко знает, что чтобы купить вот это, ему надо принести столько-то вот. Вот, кстати, кто-то что-то мне принес. Куколт. Что-то мне, господи, с таким именем, наверное, тяжело жить-то. Ну, суть не в этом. В общем, вот так вот работает торговля. Вы четко, вы смотрите по вот здесь вот табличке, что вам нужно и что этот человек принимает. И тащите ему эти товары. Сдаете за его валюту и за эту же валюту покупаете то, что вам нужно. Дальше давайте посмотрим по домику. Я сделал сейчас, не в красоту пошел, я послушал, в принципе, Квелла, да. На начальном этапе вам надо обеспечить себе дом из четырех комнат обязательно, чтобы получить максимальный бонус к максимальной скорости прокачки. То есть вам надо построить комнатки примерно, ну, я делал пять на пять. Он делает вроде четыре на четыре. Меня пять на пять устраивает. Вот. Значит, пять на пять блоков. Вы делаете вот такие комнатки и ставите в нее мебелишку в соответствии с комнатами. В туалет вы ставите туалет, сюда, соответственно, вы ставите кровать в спальню. Комната Дженерал подразумевает под собой, что в нее надо просто поставить какой-то предмет декора и тогда она станет, собственно, общей. Ну, как бы для нее нету специального предмета, который делает ее Дженерал. Любой декор. Дальше, ребята. Свет дает очень много, как бы, к декору. Но только в том случае, если он горит. То бишь на начальном этапе оптимально это вот, допустим, каменная лампа и в нее уголь загружать. То есть этого хватит на четыре дня. Имейте в виду, что если он потухнет, а вас в игре нету, то, соответственно, вы не будете в это время получать свой этот самый опыт. Так, ну что, с этим мы разобрались. Теперь пойдем посмотрим. Надо гончарку налаживать, наверное. Значит, здесь у меня крутятся, делаются дороги. Но так как я много копаю, у меня много отходов получается. Их надо перерабатывать. Я нифига не инженер, поэтому все это стоит просто каких-то, блин, астрономических денег, да. То есть, мартар, так, тут у нас что, камень уходит мелкий. Ну, пофигу, на самом деле. Склады один фиг забиты. Девать это все дело некуда. Не успевает все это переработаться. Самое поганое, что у меня нету практически здесь песчаника. Вот, ну, есть как бы, но его мало. В основном известняк. А известняк, зараза, не перерабатывается на песок. Соответственно, мы не можем делать мартар. А мартар нужен для производства кирпичей, производства каменных блоков. Для всего, сука, нужен мартар. Так, давайте мы пойдем сейчас, наверное, принесем сюда вот глинки. Я тут поставил склад. Да, у меня уже и гончарка готова, как видите. И сейчас при вас я взял книжечку. Ну, точнее, взял профессию. Кстати, сколько там до следующего уровня-то? 20 часов 32 минуты при текущей скорости. Ну, в принципе, нормально. Это на следующий уровень. Также, да, я тут посадил себе папайки. Заклеймил все это и посадил сюда папайки. Для того, чтобы можно было себе какую-то еду добывать. А, еще, да, я печалился по поводу того... Так, погоди, где у меня глина? Я печалился по поводу того, что у меня вечно мяса нету. А тут я понял, что для того, чтобы, в принципе... Так, погоди, мне не нужна земля, лео, мне нужна глина. Для того, чтобы, в принципе, обеспечивать себя на начальном этапе едой, можно охотиться на зайцев. Не такая большая проблема. То есть, заяц убивается с одной стрелы. Ну, да, если вы не специалист по разделке, вы будете получать не очень много мяса. Ну, сколько-то вы будете получать. Этого на свои нужды должно, в принципе, хватить. Давайте мы начнем с горшочков. Просто, ну, кирпич, если я не могу позволить, у меня пока нету сланца. А вот этот рецепт, он очень дорогой по глине. Поэтому сначала начнем прокачиваться на горшочках, а потом уже перейдем, наверное, к чему-то более интересному. Ребята вовсю осваивают пустыню. Ну, вы вообще можете посмотреть. У нас сейчас один из самых популярных, по-моему, русскоязычных серверов. Просто потому что, ну, наверное, я его рекламирую на ютубе. Сейчас в онлайне порядка 40 человек. И, блин, сервер не лагает на этой карте с таким количеством людей. Я надеюсь, что когда мы перейдем на наш сервер, который сейчас настраивается под винду, точнее, он уже настроился. Вот. Соответственно, когда мы на него перейдем, там будет вообще 64 гига оперативки. Потому что на Pink Perfect у нас все утыкалось именно в оперативную память. И, соответственно, мы вообще забудем о том, что такие лаги, по крайней мере, вот такие, как были. Я искренне на это надеюсь. И давайте помолимся все вместе. Так. Глинку мы закинули. Что у нас там вообще по прокачечке-то? Долго, очень долго делается все это, конечно. Первый уровень, я надеюсь, после третьего. После третьего уровня будет полегче. Значительно полегче будет. Просто потому что там будет ускорение на 50%. Стекло надо будет еще освоить. А еще надо разобрать наш старый дом. Вот этот. А, подожди, я его... Не, ничего не разобрал. Вот тот дом надо будет разобрать, потому что здесь пойдет дорога. Вот видите, вот здесь вот написано старый тракт. Это зона тракта. И, то есть, здесь пойдет дорога. Если я захочу здесь сейчас поставить клайм, даже с админкой, мне пошлют. Невозможно нарушить закон. Дороги для всех в районе старый тракт. Действие не разрешено. Вот такие вот пирожки с гвоздиками. То есть, прямо рядом с моим, блин, домом. Нет, ну это не так плохо, на самом деле. Вот, там я смотрю, в чатике у кого-то склады сперли. Ну, кто-то, видимо, поставил склады без клеймов. И кто-то другой подошел и забрал. Ребят, я могу сразу сказать, это чисто игровая фишка. То есть, жаловаться на это бесполезно. Ну, не поступайте с другими по-свински. Тут же, как говорится, в одном болоте всем квакать. Просто потом с вами не будут торговать и так далее. О, кстати, мне тут дорогу построили. Замечательно. Теперь можно будет в пустыню бегать нормально за какими-то товарами. Правда, дорога здесь у нас пойдет вот оттуда. Потому что это не совсем зона тракта. Дорога у нас пойдет поверху. Но пока, на самом деле, круто и так. Что у нас хоть какая-то дорожка есть. А здесь, наверное, будет у нас тоже какая-то такая набережная. Да, что-то такое симпатичное. Пойдем посмотрим, что там вообще происходит. Что люди делают. Что люди строят. Да, теперь у нас новые правила по игре. Разрешено взаимодействовать. То есть, расшаривать свои склады только одному человеку еще. То есть, игра парами. Мы играем, соответственно, с Мартином. Ну, на стримах мы будем с ним в голосе. А на сериях я буду записывать, естественно, в одиночку. Слушай, нормально так. Вот здесь тоже старый тракт идет. Видите, здесь уже магазинчики какие-то есть где-то. И у меня здесь, кстати, тоже заклеймлена территория. Где-то здесь. Где-то здесь у меня несколько клеймов брошено. Чисто под себя, да? Надо будет, кстати, туда прописать Мартина как-то. Вот он. Вот этот клейм. Надо будет потом что-то здесь построить. И прописать туда Мартина. Давайте мы, кстати, добавим еще клеймов. Я там книжек начитал немерено. Потому что, если мы захотим заниматься разработкой залежей металла, то нам здесь территория-то понадобится. Очень сильно причем. Что такое? Я не понял. А, все нормально. В общем, себе небольшую такую территорию организуем. Правда, конечно, фигово. Я бы даже сказал, очень фигово. Так, погоди. Здесь у нас можно? Да, здесь можно тоже бросить клейм. Фигово, что рядышком у нас клеймы получаются. И когда будем копаться, могут возникнуть некоторые проблемы. Так, застолбил в собственность. А как бы мне сюда прописать Мартина-то? Можно как-то кликнуть, если нет никакого предмета с доступом? А у меня его, конечно же, с собой нету. Видимо, не получится таким макаром сделать. Надо будет что-то сюда поставить, и тогда я смогу прописать туда Мартина. Видите, какое столпотворение на карте вообще? Тут просто толпы, хреновы толпы народу. Но пустыня на данной карте, она одна. И именно поэтому все в ней ломятся, потому что здесь у нас металлы. Что у нас интересного продается? Давайте посмотрим. Роатул продается, дороги можно... Вот что, блин. Продано! Да что ж такое? О, уже плуг есть. Понятно. О, он принимает землю по нулю. Он не принимает землю, короче. Ну, я думаю, что смотреть людей мы будем с вами как-нибудь потом в основном. А сейчас надо идти заниматься гончаркой. Нихренашеньки себе! Тут люди уже второго уровня себе здание строят. Это что, торговый центр, что ли, типа? Что это? Что это за дичь такая? Человек пошел в стеклянное производство. Кстати, да, стекло это самый дешевый способ выйти на дом второго уровня. Если вы не в курсе, то вы, допустим, когда ставите... Вот видите, если мы сюда нажимаем... Я об этом, в принципе, уже говорил. Здесь есть понятие штрафа. Вот оно. Качество комнаты было ограничено от 7 до 6,2 из-за материалов. То бишь, вы можете наставить туда много всяких предметов, но если вы не повысите уровень дома до второго уровня, то есть используя в его стенах, потолке, везде... Кстати, даже диагональные блоки. И самое главное, если у вас где-то будет валяться грязь, эта грязь будет понижать уровень комнаты. В общем, если вы не повысите уровень комнаты... Слушайте, тебе нормально, Бизон? То, как бы, вы не сможете нормально получать вот этот вот баф к опыту, к прокачке. И, соответственно, будете очень сильно тормозить относительно всех остальных. Вот, тех, кто разовьется нормально. Так что первая задача ваша, когда вы приходите на сервер, это сделать себе дом. Все остальное второстепенно. Потому что чем быстрее вы сделаете себе дом, и обязательно с мебелью, тем быстрее вы начнете прокачиваться. Еда, да, еда нужна. Кстати, ни в коем случае не питайтесь сырой едой, потому что ничего хорошего в этом не будет. Смотрите, здесь есть такой момент. Он в течение суток запоминает то, что вы ели. И полный баф, если вы нажретесь сырой еды... Вот у меня там еще есть, в принципе, где-то... Да, вот тут помидор. Например, где-то просто папайя сырая. Это я был в самом начале вынужден такое жрать. Вот. Если, как бы, вот это все уйдет, вот эти вот моменты, то вот эта циферка 39,9, она еще вырастет. А если вы, допустим, питаетесь супер отличной едой, а потом взяли и перекусили сырой, то ничего хорошего не будет. Вы получите, в принципе, очень конкретный минус. Чем если бы вы питались, допустим, просто той же жареной папайей, но только ей, то есть никакой сыромятины. Это будет лучше, чем если бы вы питались там какими-то салатиками модными, но после этого нажрались пару раз, сожрали что-то сырое. Блин. И время от времени мигает дисконнект сервера, но вроде бы все нормально. То есть я лагов пока никаких не замечаю, несмотря на 40 человек онлайн. Сделали ли нам что-нибудь полезное? В смысле... В смысле дорог. Годя, а что вы там делаете так деловито? Да вроде ничего не делают. Странно, странно и подозрительно. Нет, они вот делают вот эти вот рампы, но, видите, нам не хватает мартара, и по идее нам надо поставить еще мастерские каменщика. А мастерские каменщика требуют... Требуют... Того, чтобы они находились в разных комнатах обязательно, потому что у меня взят бонус за одиночные комнаты. Так, погоди. Давайте мы здесь сделаем сейчас, наверное, вот так вот комнатки. Какого размера я, честно говоря, не помню. Ну, давайте сделаем вот такие вот туалеты. Просто хотелось бы их как-то рядышком друг с другом разместить, чтобы было понятно. Эх, все кончилось. Ну, там на самом деле уровень не так важен. Он там по дефолту, по-моему, 0.2, что ли. Так что нам по-любому хватит этого помещения. Но потолки у нас здесь пятерка, поэтому можно, наверное, даже их меньше сделать, просто за счет высоты. То есть сделать больше высоту, но сделать меньше саму комнату по размеру. Давайте, наверное, так мы и поступим. Вот так вот мы сделаем. В две клетки, наверное, шириной. Вот, наверное, как-то вот так вот. Вот эти, соответственно, блоки мы отсюда нафиг убираем. Получатся такие узкие туалеты, но я думаю, что они вполне себе будут 25 блоков. Это можно посчитать, но я ленивый засранец. Вы же знаете, Грини просто сама лень. С потолками можно было бы тоже, на самом деле, не особо заморачиваться. И можно экономить за счет окон. Но мы этого, опять-таки, делать не будем. Мы буржуйские каменщики. Хотя, подожди, буржуйским каменщикам, по-моему, камня-то не хватит. Буржуйским каменщикам очень сильно не хватает этого самого, мартара. То есть нам нужен либо гранит, либо песчаник, чтобы колоть его, не колоть, ну, короче говоря, из него делать песок, а из песка, соответственно, делать мартар. Для этого я и ставлю несколько перерабатывающих установок для камня. Кстати, у меня тут есть одна. Давайте мы ее сейчас запихаем куда-нибудь сюда. Полы, я думаю, что... Хотя, слушайте, полы-то здесь из гранита. Эх, тяжело и неказисто жить простому программисту, да. Ну, я не программист, нифига. Я шахтер с плохой киркой. Вот в чем беда. И в этот раз я себе взял все-таки, как и в первый раз, мощный удар. То есть не автосбор, а мощный удар. Потому что, ну, не знаю, сначала мне автосбор понравился больше, а потом я понял, что, наверное, раскалывать все блоки сразу же это удобнее. То есть без вот этих вот больших осколков. Не знаю, каждому, наверное, свое. Но мне оказалось это как-то удобнее. Ладно, давайте мы еще гранит тоже в переработку бросим. Потому что все-таки, как я уже говорил, нам песка люто не хватает. А тут он гранит прям под рукой. Надо, видимо, ниже закапываться. Я там уже в одном месте делаю лесенку на нижний ярус. Потому что на этом ярусе один известняк. Известняк это круто, когда я на сталь пойду. Но такими темпами мы до сталь просто не дойдем. И уголек тоже. Уголек на начальном этапе, как я уже сказал, для освещения тоже годится. Не только для того, чтобы им топить печки при переработке металла. А еще у нас один очень важный закон, который мы приняли. И который большинство людей одобрило. Переплавкой металла теперь может заниматься только человек, взявший профессию выплавка. Потому что раньше было, что каждый мог плавить металл. И при этом он тратил запредельное количество металла. И вырабатывал запредельное количество шлака. Теперь у нас сразу изначально принят закон, который запрещает игрокам без профессии выплавка заниматься выплавкой. Вот, да, вот это зеленый диктатор так сказал. Ну, на самом деле это не мое решение было изначально. Точнее, решение мое, но идея была не моя. То есть я просто поддержал вот такое начинание. Ребята обсуждали, что это будет правильно. И серверу от этого станет лучше. Проблем станет меньше у людей. Так, давайте мы заканчиваем это помещение. И я надеюсь... Так, подожди, здесь у нас какой блок? Здесь у нас стеночка. Все нормально. Посмотрим, сколько это у нас будет по объему. Позволит ли это нашему станочку там работать. А еще я предлагаю здесь везде сделать вот такие окошки. Да? Мне кажется, что это будет круто. Такое остекление типа. Чтобы не забыть, что у тебя там стоит вообще. А то, блин, туалетов понастроили немерено. Также, ребят, прошу прощения, что ролики выходят сейчас редко. Как я уже сказал, я очень много времени сейчас тратил на сервер, на его настройку. Плюс мне надо было какое-то время наиграть, не на запись. Для того, чтобы не показывать вам совсем одно и то же. Так, я смотрю там... Нет, он хочет мне поднасрать. Но я тут дорогу буду делать. Так что мне всем в плюс. Так что... А, даже всем в плюс. Короче, народ там разбирается. Карты, как я уже сказал, меньше. И, видимо, из-за этого возникают проблемы. 25. А, твою маму! Даже высота нас не спасла, да? А можно сделать ход конем. У нас же здесь будет второе такое же помещение. Можно их сделать неправильной формы. Вот что я думаю. Можно их сделать неправильной формой. Так, давайте мы сейчас вот здесь копанем. Вот это все уберем отсюда. Заполним все вот это вот пространство камушком. Я тут еще пока расчищал, поставил лампочку. Ну, просто, блин, у меня уголь девать некуда. Вот такая вот беда. И просто мы сделаем вот так вот. Мы расширим здесь чуток. Буквально. Нам же надо там выиграть кубический метр. И потом в противоположную сторону мы расширим соседнее, да, помещение. Ни хрена себе. Космос. Бывает вот такое, когда ты ставишь блок таким образом, что тебя выкидывают наверх, а наверху потолок. Ты оказываешься на самом-самом верху карты. Вот такие вот байки. Ну, на самом деле, не самый плохой вариант. Чуть-чуть мне блоков не хватает, но мы можем вот так вот все это дело разобрать и доставить их вот сюда. Круто. Круто. А сюда можно какой-нибудь горшочек поставить, да? С зелетом. Значит, все, ребят. Смотрите, у нас здесь все запустилось. Мы можем здесь выставить разборку песчаника. Давайте мы поставим сразу тысячу песчаника, тысячу гранита. Вот так вот. И поставим сюда сразу же еще производство. Кстати, мортарчик вот этот тоже из веток. Изначально, кстати, ветки многие не собирают, но они идут на мортар. И сделать его может практически каждый. А это важный момент. Тысяча мортара. И ставим их вперед. Если не хватает внезапно нам какого-то ресурса здесь, они автоматически начнут делать вот эти. Вот как-то так вот. Все. Значит, теперь осталось нам добыть побольше вот этого самого песчаника, чтобы запустить производство, потому что мортара у нас действительно маловато. Его очень сильно не хватает. Можно, кстати, прямо в него скидывать, потому что иначе он может взять какой-то другой станок. А нам надо, чтобы запустились у нас все. Все три. У нас три сейчас станка. Вот там вот еще один есть такой же. Нам надо, чтобы работали они все три. Тогда мортарчик быстрее будет у нас делаться. Потому что песок перерабатывать все-таки очень долго. Так, а сколько нам тысячи? Тысяча сорок четыре надо. На то задание, которое я выбрал. И с освещением, по-моему, как-то, ребята, стало веселее. Или мне кажется, или когда я поставил лампочку, стало как-то поприятнее здесь находиться, потому что свет в игре, он очень задумчивый. То есть, если вы не делаете какого-то освещения специального, то у вас будет постоянно свет плясать. То ярко, то светло, как бы отталкиваясь от того, что у вас на улице, от дня там. Потом у вас, может, на дне мира. Внезапно. Так, понятно. Нам надо, кстати, ремонтную мастерскую сюда тоже поставить, потому что ремонтка у меня на улице, что не очень удобно. Я все время об этом вспоминаю, когда сломаю инструмент. А когда пробегаю мимо, я об этом никогда не вспоминаю. В результате приходится постоянно бегать вот сюда и чиниться. Эх, блин. Еще и камня нету. Отлично, замечательно, потрясающе. Так, подожди, а камень у нас сейчас, конечно же, весь ушел вот сюда, да? Конечно же. Конечно же. Весь 296 штук еще сюда надо камня. Может, у нас где-то... Не, ну у нас нигде нет этого камня, как я понимаю. Погоди, а мы можем сейчас это дело отменить пока? Давай мы отменим. Может, камушек появился? Там, в принципе, не так много. Отменить проект нет. Нам надо-то всего... Децл! Нет, по ходу дела придется отменять данный проект, чтобы нам камушка наделали. А камушка-то не из чего делать. Буду надеяться, что у нас... Да! О, да, детка! Вот здесь вот у нас есть еще. Почему я его раньше не перенес? Тогда бы уже не было давно проблем с этим камнем. Сейчас мы сюда его закинули. И вот здесь вот надо сделать новое задание, потому что здесь всего 103. Стояло 2000, по-моему. Он уже его переработать успел. Так, давай еще тысячу поставим в производство. Можем мы сейчас... Во! Все, камушек у нас имеется. Можем отремонтироваться. Держим его просто в руках тупо и ремонтимся. Так, вот как-то так. Все, инструмент у нас готов. И по идее, что нам еще надо? Нам бы стенок еще сделать, потому что стенки подошли к концу. То есть дороги это, конечно, замечательно. Жалко, что нельзя поставить приоритет доступа к складу. Вот это было бы вообще круто. А что, мартара? Я не знаю, есть там мартар? Нету. Давайте сделаем еще, предположим, 150 стен. Вот. А потом будем клепать дальше дороги. К вопросу, кстати, о дорогах. Нам уже должно было что-то изготовиться. Да, целых две рампы есть. Целых две рампы есть. Их можно поставить куда-нибудь вот сюда-сюда. Вот это будет у нас уровень будущей дороги. Так, да, вот я сейчас нахожусь, в принципе, в месте, где она может делаться. Давайте вот мы... Так, алло. Раз. Два. Вот так вот у нас будет с вами идти дорожка. И нам надо теоретически ее опустить, наверное, до уровня 70. Сейчас у нас уровень здесь 73, если не ошибаюсь. Очень мелко, на самом деле. Даже мне не видно. Вам там, наверное, вообще не видно. Так, а почему 69-то? Кто сказал 69? Давайте пойдем прогуляемся, посмотрим, до какого уровня нам это примерно надо опускать. Потому что, видите, здесь подъем идет. Здесь спуск идет. А дальше опять подъем идет. И не хотелось бы, честно говоря... Вот, по идее, нам надо ее опустить, наверное, на уровень, который вот здесь находится. Сейчас мы посмотрим, на какой. Потому что дальше она будет только опускаться. 66-й уровень. То есть на 66 нам надо ее опустить. А дальше вроде бы примерно все плоское у нас идет. Так что нормалды. До уровня 66 мы спокойно опускаем. Так, кто-то здесь, я смотрю, у нас построился. Хитрый какой, а? Это граница зоны будущей торговой. И он грамотно устроился, на самом деле. Ну что, ребят, наверное, на этом мы будем с вами заканчивать. Я постараюсь на этой неделе еще выпустить, ну, естественно, незадыхайку. Также у меня есть планы на спор. По поводу... Ну, надо под настроение. Понимаете, спор я снимать решил как бы с юмором, да? То есть с юмором. С частичной пост-озвучкой. Потому что прошлое мне лично зашло. Не знаю, как вам, а прошлая серия мне понравилась, как я ее сделал. Да, ну, это ж я делал. Как могло не понравиться так? Ну, если без шуток, то да, мне понравилось, что получилось. Что на самом деле бывает крайне редко. Мне обычно мои видео не нравятся. Вам, наверное, тоже. Будем надеяться, что как бы зайдет и дальше. Ну и, может быть, добавим еще что-нибудь. На самом деле скоро выйдет Империя Автоматики. И вот это тоже будет интересно. Будем ее обязательно снимать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Жду от вас лайкосика. Всем пока-пока. А, еще. Я думаю, что будет сезон по Римчику. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok